Всем привет! Сделаем небольшой обзор видеокарты GTS 250 на 512 мегабайт. Данная видеокарта уже старая, является как затычка, так называемая для компьютеров. Вот короткие характеристики данной видеокарты GTS 250. Данная видеокарта уже довольно-таки старая, как видим ей уже 14 лет, дата выхода была 2009 год. Здесь указано, что 1 гигабайт технических характеристик, по факту, у нее 512, которую я приобрел. Память DDR3, давайте сравним с 1050, примерно многие понимают ее характеристики и возможности. Посмотрите, насколько она ее слабее. Как видите, на 723% она проигрывает в производительности, в видеокарте 1050. То есть данная видеокарта 500 рублей стоит, она в принципе оправдывает свою цену. Но при этом на ней можно вполне работать, серфить в интернете, смотреть YouTube и так далее. Ну, посмотрим, на что она сейчас способна в 2023 году. Как видите, старые видеокарты имеют довольно большой размер. Если у вас маленький корпус, вы должны это учитывать. Они доходят до 300 мм. А также небольшой нюанс. Что на данных видеокартах дополнительно нужно 2 питания по 6 пинов. У современных видеокарт иногда не требуется такое питание. Так что, когда приобретаете на Авито такие видеокарты, учтите, если у вас старенький блок питания, у вас может не быть столько дополнительных разъемов для питания видеокарт. Сейчас ставим в компьютер, запустим несколько приложений, возможно игр. И посмотрим, что может в 2023 году данная видеокарта. Для начала запустим YouTube. Запустим YouTube в 4К. Я понимаю, что видеокарта это не тот основной элемент компьютера, который отвечает за воспроизведение 4К на YouTube. Но при этом мы увидим, как она загружается. Как видели, видеокарта была загружена на 40%, а процессор на 26%. Теперь попробуем запустить игру CSGO и танки. Мы ставим среднее значение по графике. Вот, как видим, у нас 15, 25, 30 фпс. То есть от 15 до 30 фпс данная игра выдает. Мы понимаем, что это не совсем играбельно получается, но мы видим факт, что видеокарта за 500 рублей вполне может запустить игру на средних настройках. Если мы сейчас попробуем снизить на низкие, посмотрим, что будет. Особо прирост, видим, по фпс не дало. Но теперь меньше 20, в принципе, не опускается. То есть буквально 5-10 фпс мы добавили. 27, 38, 44. Ну то есть на низких настройках, в принципе, даже на видеокарте за 500 рублей можно играть в CSGO. Ну все, примерно мы это поняли. Теперь попробуем проверить в танках. К сожалению, на данной видеокарте у меня не получилось одновременно запустить и игру, и программу Camtasia, которая делает запись с экрана. Потому что игра при этом сворачивается. Как видим, выдает 120 фпс, и настройки сейчас у нас стоят низкие. То есть на низких настройках видеокарта за 500 рублей у нас выдает в начале загрузки 120 фпс. Сейчас посмотрим, сколько это будет во время игры. Как видим, 120, 130 и даже 145 фпс выдает игра на видеокарте за 500 рублей. Ну это пех. Давайте попробуем увеличить сейчас настройки. Ну вот, настройки мы поставили качество графики. Поставил использовательское, но при этом я выставлял высоко. Ну что мы видим на высоких настройках? Конечно, 16-18 фпс. Это вообще неиграбельно. Даже до 8 падает. То есть опять убираем настройки на низкие. Или даже давайте средние поставим. На средних тоже особого прироста фпс мы не увидели. Меняем настройки на низко. Применять. Вот тут необходим перезапуск клиента. И опять мы вернулись к низким настройкам и видим, что фпс у нас более чем играбельный. То есть на низких настройках на видеокарте за 500 рублей можно вполне играть. Давайте попробуем играть. Давайте попробуем запустить еще раз кс гоу. То есть мы сейчас отключили программу записи с экрана и я отключил программу торрент клиента. Как видите, мы запустили кс гоу. Показывает 34, 33 фпс. Это у нас показывает при отключенном торрентах. Даже до 50, видим, пробит. То есть фпс у нас поднялся в среднем на 5-10. За счет того, что мы отключили программу записи с экрана и за счет того, что отключили торрент клиента. Не факт, что они давали. Все зависит, конечно, иногда от карты и так далее. То есть имейте в виду, что когда вы, допустим, пользуетесь старой видеокартой, по максимуму отключаете все возможные приложения, которые работают в фоне. На этом видео заканчиваю. Все, спасибо.